Девчонки, всем привет! Сегодня будем выполнять вот такой интересный дизайн, вот такую модную, нестандартную геометрию. Итак, я уже перекрыла ноготок белым гель-лаком. Мы используем сегодня цвета темно-зеленый, зеленый, желтый, белый, черный и топ немного для растушевки. Подготовим нашу кисточку, смочим ее в топе для того, чтобы ее смягчить. Итак, берем черный гель-лак для начала и хорошенько прокручивающими движениями напитываем кисточку. Сейчас я покажу, почему главное напитать хорошо кисть. Кисть мы кладем и проводим линию. Видите, она была хорошо напитана и линия одного и того же слоя, и линия одной и той же толщины, и она ровная, четкая, непрерывистая. Вот я плохо напитала кисточку специально, посмотрите, что получилось. Линия, во-первых, пошла в кривь, в кость, и она прервалась, так как материала на кисточке уже совсем не осталось. Но ничего страшного, линии у нас толстые, поэтому у меня есть простор для моих, так сказать, сегодняшних косяков специальных. Итак, проводим четкие линии ровные. Для начала я всегда рисую контур и только потом заполняю, для того, чтобы, если какой-то зигзаг, я рисую вот так, чтобы был квадратик. Тогда линии получаются одинаковой толщины. Итак, заполняем внутренность нашей полосочки черным гель-лаком. На самом деле дизайн геометрии для кого-то сложный, а для кого-то простой. Для меня лично это сложно, потому что я по своей натуре больше такой художник. И что-то одинаковое или сильно четкое мне рисовать не так уж и просто, я вам скажу. Но все дело времени, на все набивается рука, все время важна практика, практика, практика. Изначально, когда я начала заниматься ногтями, маникюром, я вообще не умела рисовать ничего. Я также сидела, смотрела ютуб-ролики разных блогеров и думала, неужели у меня так когда-то получится. Но, как говорится, совершенству нет предела. Я уделяла этому очень много времени и со временем у меня это стало получаться. Итак, для нашей веточки зеленой, для наших листочков мы сделаем подмалевок. Еще раз скажу секретик, чтобы травка наша смотрелась более выигрышно, старайтесь, чтобы она как можно больше заходила на черные линии. Чтобы создавался такой контраст ярко-зеленого, белого и черного. Мы рисуем подмалевок. Я рисую 4 вот таких листочка. Один я специально протянула, видите, чтобы он захватил как бы черную полоску. Прорисовываем и, конечно же, просушиваем в лампе. Просушиваю приблизительно 30 секунд. И теперь начинается самое интересное. Мы берем такой травянистый зеленый оттенок, ну или любой зеленый, который есть в вашем арсенале. И закрашиваем все листочки. Вообще, очень люблю работать с цветом. Не понимаю, как можно ходить, например, с однотонными ногтями. Но это я просто как мастер. Себе я всегда стараюсь сделать что-то интересное. Потому что руки мастера это своего рода реклама. Девочки, умейте себя рекламировать. И клиенты у меня редко, поверьте, ходят с однотоночкой. Ну и такие, конечно, есть, когда устается от всего, от разнообразия, которое есть в мире нейл-индустрии. Конечно же, бывает, хочется чего-то спокойного. Итак, вот мы закрасили наши листочки. Вытягиваем кончики у них, чтобы они были такие остренькие. Подправляем, где есть недочеты. И просушиваем в лампе. Итак, теперь берем темно-зеленый. Этот цвет никогда не передается почему-то у меня на камере, на телефоне и так далее. Ставим капельку в уголочек нашего листочка. И начинаем потихонечку выполнять такой градиент по-сухому. Кто знает эту технику, тот поймет, о чем я говорю. Протягиваем до того момента, когда у нас совсем не останется уже краски в кисти. Делаем это по одному лепесточку, иначе все это сольется. Берем ярко-желтый и также мешаем его с топом. Для чего мы мешаем с топом, девчонки, объясню. Для того, чтобы цвет лучше растушевывался. По-сухому, чтобы вам было самим проще работать. Можно сделать, не добавляя в топ. Но тушеваться будет не так легко и не так быстро. А скорость в нашей работе тоже важна. Итак, ставим в уголочек, в другой уголочек, в противоположный капельку желтого. И также растягиваем. Выполняем то же самое на всех остальных. Берем черный, добавляем в эту же капельку топ. Я все еще работаю с одной каплей, просто капаю в разные места. И затемняем еще немного для глубокого такого эффекта наши тени. Выполняю уже на всех, но смотрю, чтобы капельки были максимально маленькие. И также добавляем белый, и там где желтый, расставляем светлые акценты. Такие своего рода небольшие блики. Берем топ, у меня без липкого слоя, перекрываем наш дизайн. И отправляем сушиться в лампу. Просушили мы наш типсик. И что мы делаем? Теперь мы берем гель-краску без липкого слоя, тоненькую кисточку. И начинаем аккуратненько обводить листочек. Листочек за листочком. Можно, конечно же, сделать и без этого. Уже и так дизайн смотрится вполне достойно. Но я решила почему-то добавить немножко светлых линий. Мне нравится четкость в таких дизайнах, так как это все-таки геометрия. Листик наш тоже должен быть таким четким, ярким и выделяться. Обводим каждый листочек. И кое-где на паре листочков я сделала прожилочки посередине. Вообще дизайн такой не занимает на самом деле много времени. На всех ногтях вы такое делать не будете. Зачастую берется основной цвет, например, белый или черный. И добавляется один, два вот таких вот ноготочка. Смотрится это очень эффектно. Мне очень нравится такой дизайн. Итак, вот такие вот у нас сегодня типсики получились. Один я перекрыла, кстати, матовым топом. Смотрится тоже очень интересно. Он у нас слева находится. И вот такие два. Листочки можете располагать в любом направлении. Если вам видео понравилось, были полезные советики для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!